Надоели потоки лжи, которые льются со всех каналов, федеральных каналов телевидения в отношении нашего кандидата Павла Грудинина и в отношении нашей партии КПРФ. Тем более, что эта информация вся не соответствует действительностью, а отравляет, просто сознательно отравляет сознание людей для того, чтобы отвернуть от нашей партии такие уловки уже на протяжении последних 25 лет в отношении нашей партии. Коммунисты этого не боятся, долживая информация о том, что якобы какой-то раскол сейчас происходит в партии во всем левом движении не соответствует абсолютно действительности, наоборот. Все левые организации и сама КПРФ объединилась сейчас вокруг нашего кандидата, и мы уверенно идем на эти выборы и считаем, что у нас достойный кандидат, достойная программа. А самое главное, что вот эта вся ситуация показывает, как боится власть реального кандидата с реальной программой. Судя по всему, телевидение очень заботится о мнении телезрителя, но это, в общем-то, и понятно. Но если Грудинин такой, извините, плохой, то почему он умолчал и раньше, и стал об этом говорить только вперед к предвыборной кампании? Ну, вот это как раз и подтверждает тот факт, что власть напухана ростом рейтинга нашего кандидата в народе и боится потерять просто-напросто, потерять саму власть. Но это же незаконно. Абсолютно. Во-первых, сейчас в местных средствах массовой информации, я имею в виду районные газеты, опубликовывается грязный материал, который не соответствует действительности, неоплаченный из средств избирательного фонда, который выходит в нарушении установленных сроков агитации в средствах массовой информации. И на это, вот кроме коммунистов, больше никто не реагирует. Поэтому мы считаем, что уже эта избирательная кампания, ее можно назвать одной из самых нечестных, одной из самых грязных избирательных кампаний, ну, наверное, за последние 20 лет это точно. Так а кому верить избирателям? А избирателю нужно думать головой, в первую очередь. Сейчас достаточно источников для получения информации, кроме телевизора. Есть еще интернет, есть еще печатные издания. Поэтому я думаю, что умный избиратель, я подчеркиваю, умный избиратель, он поймет. И я рассчитываю, и наши партии все-таки рассчитывают на умного избирателя, на тех людей, которые, в общем-то, переживают и понимают всю трагичность ситуации, в которой оказалась наша страна, и которые, в общем-то, своими решительными действиями и участием на выборах поспособствуют тому, чтобы страна вышла из этого капиталистического тупика, в котором она оказалась в последние 25 лет. Спасибо. Спасибо.